Всем привет! Сегодня 17 или 18 июля, я к сожалению точно не знаю. И я сейчас нахожусь на мероприятии Кинопас, который в другом месте сегодня происходит. Рядом с торговым комплексом Панкратс. Сижу я в этот раз на скамейке. Людей не очень много собралось. Впрочем, еще 20 минут до начала и может быть кто-нибудь еще подойдет. Сижу я во втором ряду. Экран еще не надували и я специально решил сделать такую запись про то, как же происходит этап подготовки к показу киносеанса. Поскольку сегодня пасмурно, никакой жары нету, поэтому сидеть будет довольно приятно. Разумеется, уже продают разнообразные напитки, которые можно прикупить заранее. Но мы продолжаем ждать, слушать музыку и отдыхать. Конечно же, когда будут надувать экран, я вам хочу показать это очень интересное событие. Вот есть специальный груз, к которому экран крепится с помощью специальных ремней. И он тем самым защищен от различного ветра и прочих стихийных бедствий в виде дуновений и разнообразных дождей. Колонки сегодня покрыли полиэтиленом. Видимо, по прогнозу ожидается дождь. Проходит сегодняшний показ, я как и говорил, на площади рядом с торговым центром Панкратс, рядом с метро. Поэтому будет удобно возвращаться домой. Вон там как раз впереди метро и находится. Ну а пока что, продолжаем и ждем, надеемся на начало. Какой сегодня фильм будет, я понятия не имею. И также, как и вы, ожидаю интересного и познавательного вечера. Ну а пока что все, ждем экран. Вот уже специальный человек принес нагнетатель воздуха в виде воздушного насоса, который будет надувать экран. Так что, я думаю, через несколько минут мы уже увидим это интересное событие. Интересно оно потому, что в прошлый раз при надувании экран упал на первый ряд. А я сижу сейчас во втором ряду. Поэтому тоже не застрахован от различных происшествий. Как видите, некоторые принесли с собой пледы. Для тех, кто пледов нет, их можно взять в автобусе. За залог в виде денег. Сам автобус находится позади меня. Так и туалет, вон и сам автобус. Людей пока что не сильно много. Но, впрочем, еще до начала остается 15 минут. А потом еще около получаса будут крутить различную социальную рекламу для зрителей. Ну и, разумеется, попутно продавать различный спам в виде каких-то дисков, каких-то концертов и прочую ерунду. Но пока что продолжаем ждать. Вот начался и сам процесс надувания. Сейчас два человека распаковывают экран. Видимо, уже начались какие-то чудеса запинания покрывала, которым они прикрывают экран. Не знаю, они его выносят, либо он тут и ночью остается. Потому что я уже, когда приезжаю, экран уже находится здесь. Там, видимо, находятся провода. Все по старой русской традиции на кирпичах работает. Еще молотка слов не хватает. Сейчас этот шланг подключат к насосу и начнут закачку воздуха. Ну что ж, пока посмотрим, как работают колонки. Потому что вот там вот есть небольшой шнур аудио, с помощью которого и приступает звук на колонки. Колонки всего две. Как я и говорил в предыдущем выпуске, значит, звук у нас 2.0. Потому что сабвуфера никакого нет. Но поскольку качество показа транслируется с помощью дисков Blu-ray, то звук очень качественный и никаких нареканий не вызывает. Так же, как и само видео. Но пока что сделаю небольшую паузу и включу, когда уже будет непосредственно наполнение воздухом происходить киноэкрана. Все, уже подключили все провода и сейчас пошло наполнение. Наполняется он достаточно быстро, всего лишь за несколько минут. Человек там продолжает упаковывать различные провода. А потом накроется вот этим вот зеленым приспособлением, для того, чтобы если пойдет дождь, там ничего не замкнуло. Так, ну там, видимо, отключили пока что розетку и управляют некоторые вещи. После того, как экран полностью и окончательно надуется, он встанет и будет на нем белое полотно, на которое и будет транслироваться само кино. Все, закрыли, а экран тем временем растет прямо на глазах. Астрология. Астрология. Астрология – это ревизионная скача мира. Он имеет 12 двеней. 12 маней, которые будут встанет и будет встанет. Он сейчас свернул две половины, поэтому потом должен раскрыться. Вот пошли закреплять крепление. Крепится вам, как я и говорил, с помощью двух специальных кремней, которые находятся по обеим частям. Так, ну что ж, тут ногой сейчас поправимся, потыкаем и, видимо, он так и раскроется. Ждем. Еще осталось, я думаю, немного. Воздух, как вы видите, набирается очень быстро и потом на протяжении всего киносеанса он подкачивается, потому что, как известно, технологии не совершенны и отток воздуха происходит. Надеюсь, экран сегодня не упадет. Но, впрочем, бывают всякие чудеса. Вот уже что-то заставляет... Тут сомнится в надежности конструкции и, мне кажется, все-таки что-нибудь непонятное случится. Пока что ждем. Вот так вот он открывается. Вот уже показалось то белое полотно. Человек, видимо, проверяет насколько ли надежно вся система функционирует. Так вот происходит укрощение технологий. Так, у меня тоже, видимо, крепления отлажены, поэтому на нас, я думаю, экран все-таки не уходит в этот раз. Да, вот он полностью открылся, это значит, что все остается лишь ждать начала самого киносеанса. На этом я технический рассказ о подробностях киновещания закончу. И напомню, что это видео вы можете найти на официальном сайте video.davno.ru Всем пока! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова